Редакция «Контекст» Привет, это редакция «Контекст». Разбираемся в деталях новостной повестки. Одна из культовых сцен советского кино. Шпионский обмен из фильма «Мёртвый сезон». Мост, с двух сторон подъезжают машины. Напряжённые лица сотрудников. И вот главный герой, советский разведчик Ладейников в исполнении актёра Баниониса и его безымянные западные визави идут навстречу друг другу. На середине моста останавливаются, чтобы взглянуть в лицо. Возможно, вы в курсе. Эпизод основан на реальных событиях. В 1962-м советского агента Рудольфа Абеля обменяли на пилота американского самолёта-разведчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Несколько лет назад Стивен Спилберг про это снял фильм «Шпионский мост». При этом практика обменов особо важными персонами началась задолго до Холодной войны. И была эпоха, когда меняли, точнее выкупали даже королей. И дожила до современности эта эпоха. Буквально несколько дней назад американскую баскетболистку Бритни Грайнер поменяли на бизнесмена Виктора Бута, которого на Западе называли «оружейным бароном». Мы решили разобраться, как задумываются, кем утверждаются и чем заканчиваются подобные спецобмены. И нашли, кстати, уникального эксперта – Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Сын и полный тёзка того самого лётчика много десятилетий изучал этот вопрос и по нашей просьбе поделился своими выводами. В контексте Илья Егоров. Это первые и единственные кадры, на которых они вместе. Россиянин Виктор Бут и американка Бритни Грайнер. Четверг, 8 декабря, аэропорт Абу-Даби. В случае Бута всё держалось в полной секретности до самого конца. И тоже любопытная деталь. В то утро, когда обмен уже произошёл, я позвонил в федеральную тюрьму Мэриан, поскольку Бут официально числился в этой тюрьме, согласно тюремным записям, и попросил у надзирателя подтвердить или опровергнуть факт наличия Виктора Бута в этой тюрьме. Приедешь сюда? Да? Молодец. Приезжай. Нам удалось с ней поговорить одному разу по телефону уже накануне обмена. И я думаю, что она, наверное, понимала, куда её везут, потому что мы не говорили напрямую, но я её спросил, есть ли основания у тебя для оптимизма, потому что её просили некие бумаги подписать. Она говорит, да, основания есть. Так вот, по состоянии на 7 утра в четверг, когда осуществился обмен, тюрьма не могла мне подтвердить официально, что Виктора Бута там нет. А через час президент Байден уже дал пресс-конференцию, что обмен состоялся, и Бретни Грайнер летит домой. Ну, соответственно, Виктор Бут тоже. Без решения Байдена личной, без решения Путина, да или нет, согласиться, не согласиться, не было ничего. Аэропорт Абу-Даби, как позже расскажет уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, выберут в качестве точки обмена, потому что он доступен по транспортной логистике. В смысле удобно лететь и из Америки, и из России, для которой сейчас закрыто небо многих стран. Обратите внимание на сопровождающих замазанными лицами. Это, видимо, сотрудники спецслужб, непосредственно курировавшие переговоры и обмен. Переговоры ведутся на уровне… Зависит от обстоятельств. Если речь идет об агентах, разведок, то, конечно же, как-то и спецслужбы, непосредственно замешанные в переговорах, и Министерство иностранных дел. Всё время, что Бритни была в заключении, мы слышали и от Министерства иностранных дел, и от Государственного департамента США, что ведутся переговоры по установленным каналам. И мы не знали, что это за каналы, потому что каналов, я так думаю, больше, чем один. Но, как нам сообщили совсем недавно, когда Бритни была дома или почти дома, со стороны России этим занималась Федеральная служба безопасности. Вот та секунда, когда Виктор Бут и Бритни Грайнер в первый и, скорее всего, в последний раз увидят друг друга, посмотрят в глаза, почти как в той самой культовой сцене из «Мёртвого сезона». В реальной жизни крошечный мост из фильма – вполне себе серьёзное сооружение. Глинникер-Брюкке соединяет Берлин и Потсдам. Там проходила граница между ГДР и Западным Берлином. Прозванный «Шпионским мостом» он видал много обменов. Но самый знаменитый – 50 лет назад, 10 февраля 1962 года, американцам передадут двоих человек – студента, обвинённого в ГДР в шпионаже, и Фрэнсиса Гэри Пауэрса, пилота сбитого над СССР, самолёта-разведчика. Тогда не представляло сложности пролететь над страной на высоте 21 километр, делая снимки местности. В этом и состояла задача разведывательных самолётов Ю-2 – получать снимки военных объектов, баз подводных лодок, мест запуска спутников и прочих стратегических объектов для выявления сильных и слабых сторон наших противников в то время. 1 мая 1960 года мой отец пролетал на Цвердловском, ныне Екатеринбург, и по его самолёту были выпущены советские ракеты С-75. Одна из них взорвалась за хвостовой частью. Отцу удалось катапультироваться на высоте примерно 10,5 километров. Парашют автоматически открывается на высоте 4,5 километра. Когда он спустился на землю, его захватили в плен и передали местным властям. В обмен на Гэри Пауэрса СССР получит суперагента Вильяма Фишера. В историю он войдёт под псевдонимом Рудольф Абель. Абель пройдёт Великую Отечественную войну, будет одним из организаторов партизанского движения, нередко играя роль немецкого офицера в окружении. Заманивал отдельные части вермахта на верную гибель, а потом был после войны сразу отправлен в США. Там, собственно, он внедряется и прожил, в общем, не одну жизнь. И там он и не Абель, и не Фишер, потому что Фишер – это его родная фамилия. Он становится мистер Оствус, который из Канады приехал в США. При этом он выдаёт себя за радиста, открывает магазин радиодетали, причём делается всё заранее, постепенно. Выдаёт он себя за художника, и, соответственно, рабочий день ненормирован. Куда-то разъезжает, что-то фотографировать, что-то рисовать, чтобы не вызывать подозрений. Завязывает знакомство, создаёт целую сеть радиостанций по Европе и в США. И активно работал, выяснял в том числе ядерные секреты Америки. Например, полный список того, что он сообщал советскому руководству, до сих пор засекречен. Фишер Абель провалился в результате предательства. Вместе со шпионажем его обвинили ещё и по знакомой в современной России статье. Работа в качестве иностранного агента без регистрации. 15 ноября 1957-го разведчика приговорят к 32-м годам тюрьмы. Три года спустя представится шанс начать переговоры об обмене. Тут американцам просто из соображений престижа важно было вернуть этого человека. Просто потому, что это был на весь мир известный американец, приговорённый к длительному сроку тюремного заключения в Советском Союзе. И поскольку любое государство рано или поздно пытается делать вид, что оно своих не бросает, почти любое бросает, просто когда об этом становится известно на весь мир, ну тут уже так вот бросать при большом скоплении народа просто неудобно, вопрос престижа. Поэтому Пауэрса, хотя он избитый лётчик во всех смыслах этого слова, но Пауэрса сочтено было целесообразным вернуть. Вот его поменяли. А вот история с освобождением Виктора Бута займёт почти 15 лет, несмотря на многочисленные и активные усилия России. Бизнесмена, прозванного оружейным бароном, арестует в Таиланде в 2008-м, а в 2012-м осудит в США на 25 лет тюрьмы. И поверьте, на протяжении всех вот этих вот лет, когда я даже занимался делом Виктора, это с 2012 года, то есть уже более 10 лет, были неоднократные попытки вернуть Виктора Бута по конвенции осуждённых лиц, можно было бы допустить какой-то обмен, но этот обмен не состоялся, то есть его не было именно вот до настоящего момента. Главной причиной, по которой бизнесмена не отпустили досиживать срок на родину или не обменяли раньше, называют его собственную личность. Ведь американцы считали и считают Бута одним из крупнейших контрабандистов оружия в современной истории, а его поимку – огромным успехом спецслужб. То есть это, как они говорят, один из самых опасных людей, которые когда-либо ходили на поверхности планеты Земля. Был даже снят голливудский фильм «Оружейный барон», где Бута играл Николас Кейдж. Мне рассказывали, что когда Бут ждал экстрадиции в Таиланде, то его просили поставить автографы на обложке этого фильма, на обложке этих кассет или каких-то печатных изданий. Виктор Анатольевич Бут, бывший военный переводчик советской армии, стал предпринимателем в 90-е. Занимался международной торговлей цветами, мебелью и замороженными цыплятами. Позже стал возить на своих самолетах оружие, вполне легально, для миротворцев ООН. А дальше, как утверждают на Западе, стал торговцем смертью. Мы слышали, например, заявление Дональда Трампа, который сказал, что это чудовищно делать такой обмен. То есть при Трампе этот обмен не состоялся бы, при Обаме этот обмен не состоялся, хотя тогда, если вы помните, была перезагрузка, улучшение отношения с Россией, но тогда тоже это не состоялось. То есть политическая воля, которая в конечном счёте повлекла его освобождение, это было решение Байдена. На самом деле вип-обмены тем и отличаются, скажем, от обмена военнопленными, что предметом торга в них служат очень непростые и далеко неоднозначные персонажи. И это хорошо показывает история, что там разведчики, шпионы и торговцы оружием меняли королей и даже героев мифов. Вот что описано подробно – это процедура получения у ахейцев тела убитого сына Троянского царя, тела Гектора. И это настолько важный, значительный, помимо драматизма, ситуации отец и тела погибшего сына. Но судя по тому, что к этому подключаются боги, лично Зевс курирует этот, как мы бы сейчас сказали, проект, можно себе представить, что, видимо, это процедура, которая не просто существовала, но в какой-то степени ей придавался определённый сакральный характер. Много столетий спустя овеянной мифами, но всё же реально существовавший король Ричард «Львиное сердце» попадает в плен австрийскому герцогу Леопольду. Незадолго до этого король и герцог поссорятся во время крестового похода. По первоначальному соглашению, которое было в феврале 1193 года в Вёрсбурге, Ричард должен был уплатить 100 тысяч кёльнских марок. 50 тысяч императору, 50 тысяч Леопольду. А конкретно в это время одна такая кёльнская марка – это 234 грамма серебра. То есть, если это пересчитывать, 100 тысяч марок, вот первоначальная сумма, это 23 400 килограмм серебра. 23,5 тонны практически. Во время Столетней войны Франция и Англия регулярно обмениваются пленной знатью. Но когда во время битвы при Пуатье в плен попадает король Иоанн II, расплачиваться опять придётся звонкой монетой. Сам по себе выкуп этот не считался национальным позором. Король имел на это моральное право. И в 1350-х годах, когда шла национальная подписка на это дело, деньги собирали соответствующие, даже новую монету выпустили и назвали её Франк. Всем нам с вами известный Франк французский. Он впервые связан был с этим самым выкупом. Не потому, что она свободная какая-то эта монета, а потому что, скорее всего, была надпись «Рекс Франк Франкурум», имелось в виду «Король Франков». Выплатить там сумму предстояло совершенно астрономическую в 3 миллиона турских ливров. Я тут поискал, нашёл, что это, переводя на сегодняшние деньги, это порядка полутора-двух триллионов долларов. А затем он на легальных основаниях вернётся во Францию для того, чтобы ускорить сбор этого самого выкупа, но, естественно, должен будет предоставить заложников, в том числе своего сына, а сын сбежит. И поскольку это бесчестье, а Иоанна Второго чрезвычайно беспокоили вопросы чести, то он вернулся в Англию, потому что на сына положился, а сын оказался недостоин, недостаточно рыцарствен для того, чтобы справиться с таким поручением, сидеть и быть заложником. В современную эпоху, конечно, трудно себе представить, что ВИП-заключённого отпускают на родину, договариваются об условиях своего обмена. Освобождения дожидаются за решёткой на общих условиях. Первые три месяца, которые мой отец провёл в заключении на Лубянке, его тщательно допрашивали. По 12-16 часов в день. Изнуряли вопросами под прожектором, угрожали расправой, но физического насилия не применяли. В КГБ пытались что-то узнать от моего отца, но ему удалось сохранить втайне всю секретную информацию. Он сообщал лишь то, что находило подтверждение в мировых СМИ и дезинформировал об остальном, если было ясно, что это никак нельзя проверить. Когда я был маленьким, он рассказывал мне о советской тюрьме и заключении. Зимой было очень холодно, летом очень жарко, питание было очень скудным. Он рассказывал, что по пятницам им давали уху. Он говорил, что, возможно, рыба проплывала в этом супе, но точно там не задержалась. Так что какое-то время он провёл в тюрьме КГБ, а потом ещё почти два года в российской тюрьме. Ну а пока другие потенциальные объекты обмена ждут решения своей судьбы, за кулисами вертятся механизмы большой политики. И это, возможно, самая интригующая, хотя и самая закрытая часть подобных историй. Ведь, как мы уже говорили, вопросы решаются на самом верху. Кого освободить? На кого поменять? Например, убийца Льва Троцкого, агент НКВД Рамон Меркадер, так и не дождался обмена. Меркадер не мог быть предложен для обмена именно потому, что не Советский Союз, не признавал, хотя всем, в общем, было очевидно, что, конечно, НКВД стоит за убийством Троцкого, но не признавали это. А раз не признавали, значит, какой уж тут обмен. И он все свои 20 лет от звонка до звонка, ну, а затем уж, да, понятно, он приедет в Советский Союз, он будет награжден званием Героя Советского Союза, будет тут жить, но потом на Кубе, в конце концов, скончается. Но немалое время он здесь прожил. А он похоронен чуть ли не на Кунцевском кладбище, не на Новодевичьем, точно, по-моему, на Кунцевском. А вот уникальный документ. Руководители КПСС, то есть главные люди Советского Союза, пишут генсеку коммунистов Италии. О чем? Точнее, о ком? О Владимире Буковском, диссиденте и политзаключенном. Казалось бы, какое дело вершителям судеб до одного из тысяч арестантов. Но на Западе волна протестов. Итальянским коммунистам приходится отвечать за старших братьев из СССР. Они хотят знать, чего и как. В итоге Буковского все-таки освободят и поменяют. И это будет один из самых знаменитых обменов эпохи Холодной войны. За диссидента СССР получит лидера коммунистов Чили Луиса Карвалана. История, связанная с переворотом, пиночетовским переворотом в Чили, она для Советского Союза, прости господи, очень красивая. Потому что, с одной стороны, действительно такой вот классический военный переворот, устанавливается хунта, начинается убийство, совершенно бессудное, прямое убийство противников режима. Поэтому в случае с Карваланом эта кампания идет открыто, к ней подключаются некоторые общественные организации на Западе, там Amnesty International, некоторые другие организации, они, конечно, поддерживают эту линию. Ну и Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты, безусловно, в Чили были, если не главным дирижером, то одним из дирижеров вот этих событий 73-го года, собственно, этого сейчас уже никто не скрывает. Соединенные Штаты пошли на то, чтобы организовать такой обмен, но тоже, смотрите, подчеркнуто, меняют не на шпиона, меняют на диссидента. То есть человека, оказавшегося в тюрьме за свои убеждения, меняют на другого человека, оказавшегося в тюрьме за свои убеждения. И тут я не берусь сказать, какая из сторон собрала на этом больше бонусов, потому что, да, освобождение Карвалана в мире очень прозвучало и очень красиво смотрелось, но Буковский, оказавшись на Западе, в общем, репутация Советского Союза принес, конечно, еще немалый урон. Вообще, именно международная шумиха и политическое давление, то, что еще называют лоббированием, часто становились решающим фактором для обмена. Американец Тревор Рид был арестован в 19-м году в Москве после драки с полицейским, получил 9 лет. Семья организовала компанию. И в этом апреле Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко, получившего в США срок за контрабанду наркотиков. И даже Израиль, известный тем, что формально не ведет переговоры с теми, кого считают террористами, на деле не раз организовывал обмены под давлением общественности. Была очень массивная кампания в СМИ и вообще общественного протеста в пользу обмена Гелада Шалита. Организация Хамас, захватившая его в плен, понимала, что с Израиля можно требовать очень много. Израиль заплатил очень дорого. То есть более тысячи террористов было, в том числе сотни особо опасных, сидевших в израильских термах, которым в том числе огромные сроки должны были еще отсиживать. После этой сделки многие вернулись к деятельности террористической. Более того, стали во главе разных наиболее опасных структур. А вот в случае с оружейным бароном Виктором Бутом вопрос об освобождении наверное так и остался бы до сих пор нерешенным. Но в феврале 22-го года в Шереметьево задержали Бритни Грайнер, американская баскетболистка. Играла за клуб УГМК Екатеринбург и как раз возвращалась с родины. У Грайнер нашли вейпе с гашишным маслом. Она говорила о том, что они в принципе были легально приобретены там, где они были приобретены и там, где они были использованы, то есть в Соединённых Штатах. А суда она их везла по недосмотру, так как она в спешке собирала вещи и просто не проверила карманы того рюкзака, в котором они оказались, с которым она гуляла и проводила время у себя на родине. Возможно, в другую эпоху дело спустили бы на тормозах или ограничились бы условным наказанием и депортацией. Примерно треть аналогичных дел заканчивалось условными сроками назначенными. И самые суровые приговоры не превышали пяти, шести, может быть, лет реального лишения свободы. В нашем случае не было никаких ни прокуратуры, ни судом установлено отягчающих наказания обстоятельств. И были только исключительно положительные характеристики таких, как и, наверное, ни у одного подсудимого не было таких характеристик. Тем не менее, Бритни Грайнер получила целых девять лет и стала идеальным объектом для обмена. У администрации Байдена были и электоральные расчеты тоже, кроме обычных свойственных демократическим государствам. Так вот, когда стоящий у власти понимает, что его отказ может повредить дальнейшим политическим перспективам, а ради этого я должен угодить общественности, общественные компании. На Байдена было очень большое давление со стороны лобби различных меньшинств. Это афроамериканцы, это люди с нетрадиционной ориентацией и очень большое лобби — это спортсмены. Когда все эти баскетбольные звёзды, у которых миллионные подписчики в социальных сетях, когда они официально говорят, что нам надо господин президент вернить и Бритни домой, он не может не действовать. А вот случай, напоминающий во многом ситуацию вокруг Виктора Бута, нынешнюю имел место в 2019 году, когда израильтянка, добропорядочная гражданка, кстати, с двойным гражданством израильским и американским, Наамай Саскар, летела из Индии, если я не ошибаюсь, транзитом через Москву в Израиль. И вот у неё было обнаружено мизерное количество марихуаны. В данном случае Нааму арестовали, обвинили вначале в хранении наркотиков, а потом и в контрабанде наркотиков. Что абсолютно не было логично с точки зрения любого нормального правосудия. Тем не менее её обвинили в контрабанде наркотиков и затем приговорили к семи, это я так вкратце сокращаю историю, семи с половиной годам тюремного заключения. Так вот, что получила Россия, не совсем понятно в обмен на Нааму. Но в итоге Нетаньяу должен был в своём роде заискивать перед Путиным, публично его просить о помиловании, совершать визит в Россию чуть ли не ради этого. Была целая кампания. Путин, приехав в Израиль, выглядел себя этаким милующим. Он Таньягу использовал это в том числе в таком политическом аспекте, привёз её на собственном самолёте, привёз из Москвы. Но смысл был тот же самый. Но если борьба Израиля или США за освобождение молодых женщин, которые получили серьёзный срок за не самые очевидные преступления в общем объяснима, то почему Москва много лет подряд так настойчиво вступалась за Виктора Бута, приговорённого не за вейпс-марихуаной, а за масштабную международную контрабанду оружия? И российская власть создала из него такую жертву невинного своего человека, которого в Америке на враждебном Западе гнобят и пытаются с которым расправиться. Ни за что, ни про что незаслуженно пытаются расправиться. Это такой символ своего, символ своего, с которым поступили несправедливо, которого посадили. Связан ли Виктор Бут как-то с ФСБ, с российскими спецслужбами или вообще российскими властями? Виктор вообще на протяжении 90-х годов его бизнес базировался за пределами России. и говорить о том, что у него какие-то связи в российском руководстве. То есть нет никаких оснований для этого, на процессе не звучало ровным счётом никаких доказательств в этом плане. То есть единственное, что было, это вот эти санкции со стороны Организации Объединённых Наций и со стороны Соединённых Штатов Америки. Так вот, Виктор Бут это первый россиянин, в отношении которого когда-либо были введены и применены американские санкции. В Америке не все остались довольны освобождением Бута. Два бывших куратора расследования против оружейного обороны заявили, что отпускать такого опасного человека значит ставить под угрозу нацбезопасность страны. Он может быть когда-то и представлял угрозу для Соединённых Штатов, но сейчас он угрозу уже не представляет. Байден вот как мне кажется он не думал, что он действительно освобождает какого-то самого опасного оружейного оборона. Другие критики говорят обмен неравноценный. Если поменяли бы на российского агента американской разведки любого российского происхождения американского, который действовал на самом деле в интересах США, я бы ничего не сказал. Здесь же это была неравноценность обмена, а в неравноценности администрация Байдена поддалась во многом давлению общественности. В качестве примера приводят историю 2010-го. Тогда в США разоблачили целую сеть спящих агентов Москвы. Россиян, внедрённых в США, включая знаменитую Анну Чапман, их обменяли на граждан РФ, обвинённых в работе на спецслужбы США. А сейчас в данном случае в России находится пол-вилан, который до сих пор там и которого не вернули. То есть это большой минус для администрации Джо Байдена. То, что он не был возвращён. Те заявления, которые звучали летом, которые звучали в сентябре, что мы вернём обоих, они, по сути, не оправдали надежд. Интересно, что также в своё время говорили о легендарном обмене отца Фрэнсиса Пауэреса, на советского разведчика Абеля. Некоторые люди в то время думали, что обмен был проведён несправедливо. В каком-то журнале, например, писали, что поменять моего отца на советского шпиона Рудольфа Абеля это как для бейсбольной команды взять какого-то новичка вместо Микки Мэнтла, прославленного бейсболиста. Рудольф Абель вернётся на родину героям. Фишера награждают орденом Ленина. Он получает свои полковничьи погоны, которые когда-то ему вручали по мере роста в звании, но он в руках не держал. Получает ставку преподавателя высшей школы КГБ и там собственно преподает, встречался, есть фотографии, где Абель встречается с главой КГБ там семичастным по-моему. И это как раз крайне такой важный человек для советского руководства, который в общем я так подозреваю подготовил много потом качественных разведчиков, которых потом опять же Советский Союз засылал в Америку и на Запад. Абель даже выступит с предисловием к тому самому мертвому сезону. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Заядлый курильщик умрет через 9 лет после освобождения от рака легких в возрасте 68 лет. Гэри Пауэрса после возвращения на родину ждали не слишком приятные расспросы среди прочего о том, почему, когда его сбили, он не проглотил капсулу с ядом. Но расследование назовет поведение летчика образцовым. Пауэрс еще 8 лет проработает тест пилотом компании «Локет», потом уйдет на телевидение в пилоты телекоптера, вертолета, ведущего трансляции с воздуха. В 77-м вертолет разобьется, Пауэрс погибнет. Оружейный барон Виктор Бут, оказавшись на родине, уже сделал заявление в поддержку политики властей страны. Всецело поддерживаю. Если бы была бы возможность, я бы, конечно, и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем. Редактор субтитров А.Семкин